Меня зовут Владимир Борзов, мне 12 лет, занимаюсь театром, то есть жизнь моя принадлежит театру. Я еще не играю, я только... Меня готовят выпускать к спектаклю. Занимаемся сценическим движением, это когда там жонглируешь мячиками, фальшиво падаешь. К примеру, я вот у нас последнее занятие было на фальшивые падения, когда нужно было идти, идти и... Есть грань между падать фальшиво и падать настоящее. Если падать настоящее на каждом спектакле, то к пятому тебя увезут на скорой. Ну, а вот я фальшиво, но реалистично. Все мне верят. Я больше люблю драматические спектакли, не комедии. Комедия — это не мой конек. Я бы сыграл верного супруга какого-нибудь. Мне 12. Я когда-то хотел стать именно киношным актером, сейчас я больше хочу стать театральным. У нас в России более крутой театр, можно так сказать. Поэтому я собираюсь обучаться в России. Кино или театр. Ну, я готова быть разноплановым актером. Кино я очень люблю за то, что я смотрю на актера, я думаю, вот как он показывает эти эмоции, что он хочет сказать этими эмоциями. Театр я люблю за то, что он рассказывает историю и идет энергетика от актеров, которые нужно уметь дать и почувствовать, ну, зрителя. Видеоикеры я во многом из них беру философию. Многие сейчас обобщают их к примитивным пострелушкам. На самом деле не так. Есть стикеры, у которых есть философия, которая даже глубже, чем во многих постановках. Пробивай до слез. То есть это сочетание организма и восприятия моего. То есть мой организм воспринимает это так. Слезами. Есть люди, которые воспринимают игру безразлично. То есть не испытывают эмоции. Я испытываю эмоции. Я вообще очень люблю Queen. У меня в плейлисте там Queen, Red Hot Chili Peppers, все такое. У меня семья такая. Ну, от рождения я живу в такой семье. Меня в основном этому поручил средний брат. Он меня хвалит, говорит, что у меня все хорошо, все получится. Каждый человек рождается зачем? Он никогда просто так не рождается. Только мы реализуемся. Некоторые люди смогут реализоваться, которые делают что-то. А некоторые люди не могут просто реализоваться. И они нужны этому миру, но они не могут себя ему предоставить. Я в театр тот же самый хожу. Я думаю, можешь найти себе какой-то, найду нормального друга, которому будет интересно и все, чем я занимаюсь. То есть которому будет интересно и театр. Прихожу в театр, и мое впечатление некоторых учеников, это просто взрыв мозга. На уроке сидит в телефоне, когда объясняет преподаватель, как нужно что сыграть, что показать. И просто сидит в телефоне. Меня убивают такие люди просто. Я не знаю, зачем я пился. Ну, наверняка, чтобы позаботиться, к примеру, о своей маме. Чтобы найти, к примеру, работу и за ней заботиться, так как она заботилась о нас. Я так понимаю, свое предназначение. Продолжение следует...